До столицы Ненецкого округа команда Усинска добиралась 10 часов по зимнику. Из-за сложных погодных условий и переменной работы дороги об отъезде узнали за полчаса. Как говорят сами спортсмены, в хоккей играют настоящие мужчины, для которых не бывает непреодолимых трудностей. У нас сейчас идет активная подготовка к спартакеаду Роснефти и было очень приятно, что получили приглашение именно от Наринмара старых добрых соседей. Команда нашего общества является уже такими друзьями, соседями, которые постоянно играют именно с этим городом. И уже сложились хорошие, такие очень приятные дружеские отношения. Очень приятно, что много детей на трибунах. Команды держали болельщиков в напряжении. Итоговый счет 9-2 в пользу гостей округа. Товарищеский матч стал своеобразной репетицией. Совсем скоро команды вновь выйдут на лед в рамках турнира по хоккею на кубок губернатора Ненецкого округа. Идея кубка возникла 7 января в день зимних видов спорта в Ледовом дворце Труд. Участие в турнире примут команды хоккеистов, компании-недропользователи, работающих на территории региона и сборная по хоккею Ненецкого округа. Мы с этим соперником уже встречаемся на протяжении лет 10. К ним приезжали чаще, конечно. А сейчас, последние два года, они к нам приезжают. Некоторых ребят знаю. Некоторые от нас уехали и у них играют. Команда нам, честно говоря, была по зубам. Наши ребята немножко волновались. Василий Строгов, недавнем прошлом тренер спорткомплекса «Старт», теперь играет за команду противника. Побывать в Наринмаре, увидеть старых болельщиков и бывших коллег для него одно удовольствие. Поэтому и игру воспринимают не как борьбу, а как интересное приключение. Мы играли на классе, просто парни там играют очень давно. Тем более, в прошлом году они завоевали среди Роснефти, третье место среди трудовых коллективов России. Так что парни, по-моему, серьезные приехали. В рамках матча спортсмены провели благотворительную акцию. Собрали средства на покупку настольного хоккея для воспитанников детского дома. А в следующий раз команды сойдутся на льду уже 13 марта в борьбе за кубок губернатора Ненецкого округа. Надежда Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.